господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 405 события дня евреям 927 человеком положено однажды умереть а потом суд за 20 января 2017 года вот получилось так что тут какая-то дата у меня и из книги для слова божия нет уз взял один материал из газеты и разослал всем и какая получилась реакция вот считай так победитель получает все начали марта все вопрос победитель получает все вопрос я в это время только только из больницы вернулся эта газета была напечатана меня не было даже на свободе я в это время в больнице лежал после операции дальше начали марта в краевом суде первой инстанции должен начаться беспримерный по сумме иска процесс семь с половиной миллиардов рублей в случае удачи получит от администрации железнодорожного района барнаула игнати лапкин христианский проповедник известный на алтай своей непримиримой жизненной позиции и неукротимой религиозно-просветительской деятельностью понятно человек не не родня никто как он пишет он знает а сегодня рядом священники они этого ничего не знают они со всех сторон меня хватает почему увеличивает награду а то человек абсолютно никакого отношения к нам не имеет но он знает почему потому что больше меня во всей стране никто не выступал это определенно из начальства мы в кгб и прокуратурах везде вел регулярное занятие я в тюрьме еще не выйду выхожу полковник стоит политотдел краевого УВД со своей Волгой там же со всего края прокуроры помощники поехали ждем то есть он разузнал дома где созвонился с тюрьмой приехал в тюрьму во востребованность какая была один раз я прихожу домой вижу машины стоят я только подхожу дверь открывать подходят люди военные полковники разную слава иисусу христу танковые там авиации там разные где-то мы решили зафрактовать самолет перевозить вас с одной области в другую выступать перед военными какая была нужда я спрошу у кого вас советском союзе это было и все время надо делать поправку я мирянин простец не был даже чтецом почему бог избрание миссия вот эта миссионерская работа и они ко мне поднимаются в квартиру сидим разговариваем я должен был везде где выступали до то время еще ничего нигде не было только перестройка началась достать библии я приезжал с рюкзаками конечно первую очередь офицеры они не знали куда мне посадить что дать чем накормить как одеть и поэтому когда сейчас в лагере у меня все военные кителя и все почему от бога и дальше миллиарды та сумма в которой нынче оценивается изъятой лапкина при аресте 9 января 1986 года фонотека магниты пленки были начитаны библия 12 томов житий святых 12 томов и творений и она златоуста антологии религиозной поэзии за 300 лет для оформления подобрана и музыка запись участвовали артисты понимаешь я сижу и думаю вот этот голос каким голосом где я по радио слышал а выступала новосибирский театр я услышал голос к примеру сказать у меня и туда человек в театру академический театр заслуженные артисты ссср и с ними разговариваем теперь чтобы записать ко мне на дом приезжают люди и засчитываем каким голосом насчитать а я не режиссер никто а сколько там но я не знаю допустим 25 я как разбил ее 24 у меня было там на каким был каким голосом считать так считай дальше объем труда 2000 часов часов не полчаса за полчаса захлебывайтесь соплями и слезами часов помощников не было опасно со всех сторон насчитываю и все время у меня это алексей алеша мы звали его гаврилов отец речкунов и в окно смотрю машина стоит караулит все время машина медицинская еще какая стоит караулит или газ там где-то а тут накручивается пленки на разный размер три магнитопона я должен следить прерывать да сейчас гляну это невероятно невозможно и что интересно какой был во мне огонь комната двенадцать целых восемь десятых квадратных метров там дальше печка из-за печки лопнутая среди зимы в барах развалится и бугорком снег лежит и я все время босиком стоя насчитывал босиком почти на снегу и ноги как огонь горели что это внутренний дух далее так как подшить к антисоветской агитации кавычках богословские труды было нелегко то подобрали 157 статью в административном кодексе запрещение от тиражирования и конфисковали пленки именно поэтому отдуваться за грехи коммунистической власти приходится сейчас администрации все абсолютно знает освобожденный в 1 1908 году лапкин стал требовать от власти и возмещения ущерба он ценил фонотеку по госсу оценил 4 слова заглатываешь он оценил фонотеку по государственным считай четкой ясно с расстановкой он оценил фонотеку по государственным установленным на краевом радио расценкам запись перезапись составления программы и с тех пор только делает поправку на инфляцию вот на 1989 году он был согласен отказаться от денег если взамен коммунисты выдадут ему бумагу с печатями крайкома кпсс и текстом мы признаем что кпсс человека ненавистическая партия обманом пришедшая к власти уничтожавшая свой народ сейчас хотел позернуть такие слова считать огненные слова а тебя никак не касается ты другой эпохи да я другой эпохи для маленько хотя бы войди в это время человек только освободился еще требует кто требовал из верующих такой от власти дайте вла текст мы признаем что кпсс человека ненавистическая партия обманом пришедшая к власти уничтожавшая свой народ она еще у власти была самая жестокая за всю историю человеческого общества партия я у ней требую этого тогда я откажусь справку бумажку дайте считай дальше коммунисты почему-то отказались как он коммунисты почему-то отказались понимаешь какой он тарас и говорит он в 1994 году когда сумма иска составляла немногим более миллиардом железнодорожная администрация предлагала 32 миллиона и расходимся полюбовно но лапкин любит джека лондона которого герой одного из рассказов говорит это мексиканец рассказ победитель получает все понятно когда сказать кого какое произведение ну ты сам понимаешь или нет что это невозможно человеку сделать это бог делает я ответил победитель получает все а когда он выходил на арену знаменитым боксером там ну и предлагали ты 25 ты такого там а я 75 он говорит нет победитель все получает побежденные тоже получает почему для революции он хотел когда он бился увидел штыки атака как будет это все и наконец он победил то что лапкин победитель признали уже даже и власти возместивший ущерб по уголовным статьям теперь вопрос в том получит ли он все семь с половиной миллиардов куда направить деньги лапкин знает на возрождение родного села потеряевка что недалеко три брехи на трактор комбайны и стройматериалы сергей кочевников кавычки закрыты свободный курс номер 9 27 февраля по 6 марта 1912 года вот когда это было напечатано где это было напечатано а кочевников это у него псевдоним это не его фамилия сама сергей кочевников его несколько больших статей у нас есть поэтому для слова божия нет там вы знаете фамилию его и вот на это пишет человек один на юля до долбнева игнатий тихоныч да благословит вас господь читая 19 том открытым оком страница 682 683 господь продолжает поворачивать мой ум по слову своему через вас очень глубокие рассуждения написаны да спаси христос ну-ка давай достань вон белый который станет на эту прочитаем что она хотела сказать на стул он там в конце белая под красным не уронит только новый зай туда 19 том для слова божия нет уз в левок левее левее крайне между красными красный только в одном месте не снимешь ладно уходи так 19 тома начали надо средстветь сейчас раз нежелание у тебя все будет сатана путать уходить смотри я говорю левая левая сторона это вот эта левая красная левая красная белая все на зону и однако стоишь еще тут смеяться хорошо левее некуда так вина тихоныч все кого-то сатана путает она читает открытым оком или слава боже это не туз так открытым оком 19 том где то это виноват те сатана и на тихоныч да 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 виноват 19 том я ищу где-то 19 подожди давай 19 том вот она где вот она слава тебе легко видно не по порядку лежат я подумал открытым оком это она говорит а я правильно подавай открывай это тоже минутное дело это глянула на месте стою считай 682 682 83 можно показать книгу посмотри как она выглядит вот она книга все книги у меня 30 томов и все разными с этим начисто прочитаем читай всю страницу так начнется даться я ношу язвы язвы тогда когда тебя арестовывают бьют давят надевают наручники морят голодом за иисуса христа а подожди-ка я посмотрю что это такое конкретно что проповедь на котором называется язвы господа иисуса моя проповедь когда наступила революция то написано что пострадали сотни тысяч верующих священников монахов но за господа христа кто из них страдал таких может быть единицы только найдутся за проповедь те которые не умолкали среди баптистов я таких знаю среди пятидесятников знаю а среди православных очень мало брали за что сопротивлялись изъятию церковных ценностей ценности которые не должны были быть церкви зачем эти золотые сосуды когда первые христиане причащались из деревянных чаш стояли с лучиной зачем нужны были эти антиминцы в миллионы стоимостью зачем нужны были эти чаши потира золотые иконы увешанные бриллиантами это все не бедные люди делали а богатые это грехи народа богатого князей все это было изъято и еще за что арестовывали многие и церковники в том числе более всего любыми путями страстно желали вернуть монархический строй да может быть царь батюшка не был расстрелян бы если бы не было бы колчака а расстреляли из-за чего как объясняет историк из-за того что приближаются белогвардейские войска городу екатеринбургу поэтому девать царя некуда и чтобы он не попал в их руки чтобы знамя контрреволюции не сохранилось уничтожить его еще вот такое рассмотрение происшедшего никто не делал может быть и не было бы этого тридцать седьмого года если бы не было белого движения а почему красный террор пришел вслед того что убили одного революционера было же это потому что не хотели носить язву господа на своем теле язву господа христа носит человек когда добровольно их принимает да я виновен наказу меня владыка но пощади бог предложил давиду три казни первая параллель поминон 21 10 по идее скажи давиду так говорит господь три наказания я предлагаю тебе избери себе одно из них и я пошлю его на тебя россии бог предложил то же самое вы пострадаете будете мучиться но сложите руки на груди а сложите склонитесь как андрей стратилат великий победитель воин 19 августа андрей стратилат кавычки открыты андрей был тысяча начальника полковод полковником от него уверовала 2593 воина и когда они уходили от преследовавших их то вошли в ущелье и ждали своих убийц и ним обратился святой андрей с речью кавычки открыты друзья братья и дети мои ныне время благоприятное ныне день спасения будем же единодушно и твердо стоять в любви божией как повелел нам господь и не станем поднимать рук наших на преследующих нас но поднимем их к богу с молитвой и благодарением за то что он дал нам дожить до сего времени когда мы получим наследие со всеми святыми пострадавшими за него и так будем молиться ему как молимся как молился святой первомученик стефан когда иудеи побивали его камнями говоря господи иисусе христе прими душа рабов твоих которые мы придаем в руки твои когда они так молились их настиг селевк со своими воинами обнажив мечи заскрежетают зубами они как звери бросились на стадо христова святые же воины христовы хотя и как храбрые и опытные бою и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц но подражая господу своему как незлобивые агнцы отдались убийцам своим на заклание это прямо в кавычки выбранные жития преклонив колено они под протянули шеи свои на заколение под мечи и воины селевка без милосердия посекая их в короткое время всех перебили пострадали воскресный день во втором часу дня кавычки закрыты страница 236 что нам нужно просить господа быть верными ему другой вариант был драться как было белогвардейское движение еще вариант какой был признать все ошибки где есть и принести покаяние перед безбожниками даже это мы вас такими воспитали это мы вас все эти годы драконили настраивали против себя от нас покушения были но нигде исследования этого по сегодняшний день нет никто не описал психологии тех людей которые дошли до этого состояния этого просто нет дальше тут новый абзац и тут заканчивается читать его тут да можно прочитать второзаконие 28 59 то господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами язвами великими и постоянными и болезнями злыми и постоянными это обещание божие как благодать и надо было принять язвы очень тяжелые особенно боролись за храмы храмы а вот мощи и их нужно защитить не допустить их поругание а если бы мощи лежали в земле по слову божию лишь как ответ такой порт вот сегодня проповедует ни один проповедник не говорил что мощи изымали за это готовый жизнь отдать а были бы закопаны никто бы их не не было не было богатство изъятия бы не было патриарха не тронули издевательства над мощами не было бы нарушение за нарушением за нарушение за нарушением было да если бы иконы повесили повыше просто изображения были они украшены миллионным состоянием изъятия бы не было когда изъятию воспротивились тогда вождь революции сказал с беспощадной суровостью подавить так чтобы на десятки лет вперед желания не было это ленин написал об этом до восставать продумал против советской власти и чем больше расстреляете тем лучше сегодня публикуют эти документы а этого можно было бы избежать баптисты этого избежали старообрядцы избежали мы сами виноваты накликали эти язвы но они не за господа а за свое не обращение к богу если бы знали путь господень этого бы не было исайя 30 26 и свет луны как свет солнца а свет солнца будет светлее всемера как свет семи дней в тот день когда господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы но господь дает обещание если покаетесь то исцелю ваши язвы осья 6 1 скорби свои они с раннего утра будут искать меня и говорить пойдем и возвратимся к господу ибо он уязвил и он исцелит нас поразил и перевяжет наши раны вот есть фильм может закрыть еремия когда говорил господь откройте запустите врага нет еще кончилось все царя ослепили сыновей зарезали народ пошел в плен город разрушен все но добились своего нет здесь добились нет и колчака расстреляли под лед пустили и и сами играция там на этих островах погибла от дизентерии там кто остался где какую беду перенесли а до этого можно было кто-то говорил то что я говорю никто не говорил может быть и говорил но все это скрыто и сегодня опять то же самое опять с властями заигрывает и точно так же власть это пойдет под нож у бога и церковь православная первую очередь православная какие у нас ресурсы показываю это вот мой мир я очень эту систему уважаю люблю самое бы не в контакте нигде не участвую а то есть второе что у нас есть это форум большой 3600 с лишним тем тем и вот здесь вот нападают в конце я ко всем обращаюсь кто знает как избавиться от этого вот здесь вот вот это вот идут на разные роботы наседают вот я щаскну его вот я его уже убрал поэтому его нету роботы а потом для чего они идут десятками десятками не знаю мы иногда один раз и как флот десяток поражает тем разные бракодавра ни одного слова не так как мужчины везде подписываются мужчины какой попала штат какое попало государство то есть не никто и какую-нибудь фигурку там прилепят было время у меня сделал это сергей козлов мастер в этом деле то долго не было а тут через пароль перелазит и ну и вот что тут у нас вчера я поставил несколько потеряевские привезли вот это потеряевка рыбалка 423 на 17 часов для нас это уже цифра волейбол спортивном зале на снегоходе молодежь ездит хозяйство игоря барабаша показано было вот эти сколько привез здесь нас брат роман и кто пока говорили кто-то сейчас зашел если только это матерки тут и придется убрать его пользователь все пишет тут но откройте ролик посмотрим давай какой ролик так где научиться тому как же нам жить правильно где же нам научиться тому котик это на в лагере видать да да в лагере чё он тут пишет эх никита никита улыбается ирина яким якименко или якименко чё она пишет а вот red hills никита быть стронкой дэйс строминг дэйсом даю бегут гранд по гарсу эсэй ведь никита будь сильным в эти сильные в эти сильные дни а штормящие дни когда-нибудь ты будешь хорошим гранд по еще что это самым дедушкой типа ли кем-то и с уважением пишет даринейка никиту погубит а другое женить надо женить надо мы тебя любят сами такие же держись за братью игнатий тихонович так это мы читали стал веселее канал и берегите никита ругать и чаще дальше никита вот первую очередь держаться надо за бога и подражать подражать тем которые под подражают выражают кресту а вот христос также сом сома относился бы к никите игнатий лапкин если бы на месте никита приехал бы на постоянное место жительства например патриарх кирилл и точно так же не знал так как что делать как никита то и на этот лапкин к нему точно так же относился как никите точно так же для меня никакой разности нет андрей кураева тоже сказал и тут не надо понимать класс никита стал ответил чтобы улада хоть без безруга не без матерков да это уже немало значит ну и хочу показать большой ресурс вот нашелся человек сегодня меня спрашивает а вы знаете про это читай знаете ли вы что в аудио есть полный труд святого иона златоуста понятно то есть он взял на моем сайте и вот это все разобрал теперь можно по одному тому брать и скачивать так это не все оказывается контур я нажимаю вот первый том смотри я нажимаю на него что получается первый том так первый том святителям златоуста и дальше какие проповеди какие проповеди идут в этом томе то у меня так чтобы отдельно вынести вот так я не там только они там есть там нельзя было взять а он это сделал человек который не нашего круга совсем даже не знаем вот это вот этот материал я хочу сказать кто желает вы можете здесь оттуда я буду сейчас продергивать а вы следите за этим четвертый том останавливать можно копировать себе находить чтобы как-то сделать двенадцать томов андрей кричковский это сделал это он все а вот здесь можно скачать весь архив вот видите господь дает каких помощников я это закрываю теперь чтобы она не мешала ну и у нас очень большой ресурс этого свете библии православный библейский сайт мы разбираем сейчас 55 папку называется церковь церковь а церкви по порядку будем насчитывать выделить скопировать страничку ворда опять сюда и возвести на цифру 20 чтобы можно было считать считай опрос 1036 3 том открытым оком сравнивая два учения протестантской православной приходишь к выводу что православие далеко ушло от той церкви первых веков и изменилась до неузнаваемости а ведь нам дан один ориентир евангелие и что мы скажем господу где мы эти какие вопросы мне задавали этом университетах в школах милиции воинских частях то есть люди есть которые действительно знали как-то я был это когда в лагере отбывал и подходит ко мне казах я в казахстане был джамбульской области вот джамбульской области там в основу не не русские есть и он подходит и я думаю какой же у него просто будет предвосхитить хотел не тут то было он меня филиоку спрашивает вот это да и начал говорить видно сознанием дело вот ответ это действительно все так и слыша такой ответ протестанты радуются какие они правильные как хорошо что они отошли от православия мы-то признаем это мы-то признаем это что у нас такие изменения во внешнем служении а они-то за собой ничего не видят и не признают никакой вины никакой вины ездор молился богу говоря что у нас хотя бы единицы спасаются а окружающих народов ни одного точно так же можем сказать и мы по отношению к протестантам да наш корабль облеплено ракушками ракушками ну ракушки ну чё то ракушки то ракушки ход так я буду знать ракушки ракушка не знаешь это маленький я знаю что такое ракушка ракушка я ракушка говорю ход такого корабля замедляется у нас много мусора на корабле случается что и матросы пьют и приводят на корабль блудных женщин но протестантизм это не корабль а самая баб большое больше больше отдельная доска 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 ну все-таки смеется пропавшая с корабля вне церкви нет спасения смотри нашу книгу открытым оком второй том беседы с сектантами раздел от церкви на корабле мы боремся за чистоту можем уволить негодных матросов выбрасываем мусор пытаемся очистить наружное днище но у них то вообще получается ничего нет у нас есть поприще и перспектива и как видите мы признаем свои отступления и плачем об этом и скорбим а у сектантов протестантов еретиков вообще нет ни малейшего осознания той беды разделения какое они учинили их родоначальники дофан а верон и корей книга числа 16 глава сошли живьем в ад солом 48 14 этот путь их есть безумие их хотя последующие за ними одобряют мнение их так церковь корабль вот это потом мы соберемся это вместе снова заходим следующий вопрос вот этот вопрос побольше выделяем копируем кто будет делать чтобы это знал находил вот почему-то не надо раскрывать его теперь контур в снова выделяем увеличиваем до 20 и начинаем насчитывать пошел просто 1163 3 том открытым оком ограничает раздробленность верующих на множество разных церквей их дикая нетерпимость друг другу но есть же главная точка соприкосновения это вера в иисуса христа как спасителя не пришло ли время лозунга верующие в иисуса христа объединяйтесь ведь это раздробленность верующих во христа только на руку сатаны какие сильные вопросы ответ а того что мы каждому юридику или православному дадим такой лозунг мозги их не изменятся не отшлифуются и голова так и останется квадратной объединяет нас только дух святой на основании смирения перед словом божиим перед святыми канонами вы говорите что главная вера в иисуса христа какого иисуса христа того каким мы его знаем единого во святой троице или так как тварное существо у ариан и у яговистов вы свидетели его вот так называемых во времена земной жизни иоанна богослова количество церквей ереси было небольшим и для определения истинности достаточно было только одного пункта 1 иоанна 4 2 духа божия и духа заблуждения узнавайте так всякий дух который исповедует иисуса христа пришедшего во плоти есть от бога а всякий дух который не исповедует иисуса христа пришедшего плоти не есть от бога но это дух антихриста о котором вы слышали что он придет и теперь есть уже в мире 2 иоанна 1 7 ибо многие вольстители вошли в мир не исповедующий иисуса христа пришедшего плоти такой человек есть обольститель и антихрист он не говорит ни о перстосложении не об иконах не постановлении епископов при посредстве мирских властей сергианства не об объединении всех в одно экуменизм не о двух волях и двух естествах во христе потому что тогда ничего этого не было известно и не вызвало споров мы можем сегодня говорить об объединении не только на основании вышеуказанных стихов евангелиста иоанна но на основании книги правил канонов вселенских и поместных соборов и святых отцов противном случае любое объединение как раз и будет на руку сатаны 2 коринфянам 6 15 какое согласие между христом и велиаром или какое соучастие верного с неверным сегодня перед тем как поставить руководители или епископы какого-либо человека тщательно проверяют не на лояльность а на абсолютную безоговорочную преданность и послушание своему вышестоящему руководству так чтобы вновь поставлены епископ на поставлены ему вопрос что сегодня важнее каноны соборов или постановление нашего синода мог мгновенно ответить конечно постановление синода избирает сегодня я говорю это конкретно епископа спрашивали и он так ответил прямо спрашивали избирает сегодня протирая на самом мелком сити всех даже у самых широкоформатных кавычках самых нетерпимых к любому инакомыслящему пример у нас в россии 200 обрядческие иерархии белокреницкая и новозыпковская у них все одинаковое и книги и перстосложение и ненависть к никонянам ничто не препятствует их объединению оно ничем не отличается они они ничем не отличаются друг от друга ни одной запятой но по нетерпимости по ненависти друг к другу они более непримиримы чем белые красные и каждый из нас держится за своем притом совершенно неподкрепляемое священным писанием если бы католики сегодня отказались от претензий папы на владычество от его непогрешимости разговор об объединении перешел бы стадию исполнения если бы московская патриархия сегодня бы предала анафеме сергианство декларацию 1927 года и вышла бы из экуминизма объединение с рпцз стало бы возможным уже в этом году вышеуказанные препятствия у католиков и московской патриархии разве это догмат веры и однако ничего этого не сделали объединились никак не ожидал полное разложение зарубежной церкви ну вот это можно было в это время потребовать и самой православной церкви московского патриархата понимает экуминизм это смерть это ересь ересей никаких так кстати мы остались втянули в язву свою в эту помойку в кларку почему же так крепко держится за это если это не из писания и не от бога тогда от кого и те кто защищает то что не от бога кто они и кто те кто подчиняется таким всем руководителям во всем не сверяясь за словом божиим видите сколько мест писания значит пиши церковь подожди-ка церковь экуминизм еще экуминизм можно сегодня мы проходим это так это мы очень быстро все это делаем очень быстро буквально секунды на это уходит пока никак по-другому давай вопрос 1182 3 том открытым оком как вы думаете почему у церкви нет настоящих нищих а стоят запившиеся бомжи курящие матерящиеся и им подают ответ почему они не стоят возле кинотеатра возле редакции милиции очевидно только потому что им там никто ничего не подаст и более того могут их прогнать и забрать значит возле церкви они стоят потому что в церковь приходят те кто ничего не знает из писания и душой своей не чувствует что делает злое дело подкармливая тунеядцев живущих паразитически иначе сказать которые исследуют когда давали мирную грамоту пенсии не было в государстве ни одной пенсии вообще не знали этого что накопил то твое и далее так стихотворение мне лучше бы всю жизнь ради сухого хлеба дробить булыжники или дрова колоть чем по земле бродить с такой жаждой неба так мучиться своим призванием господь слова в душе мои рождаются как стоны они огонь и кровь моих открытых ран заика моисей я стражду без аарона который бы тобой мне бы в подмогу дан так дар чудесный твой мне стал проклятием сущим в плоть слово облеклось но пеплом стала плоть пошли мне верного апостола господь чтоб темный лепет мой он объяснил живущим Польша Юлиан Тувим 1894-1953 год следующее вечерний час ты хочешь лечь? постой что за день сделал ты? ответь сначала мир каждый миг меняет облик свой врасплох тебя бы утро не застало хоть только капля в море песнь моя она должна греметь грозой века и сжечь его ко росту ведь и я творю грядущий облик человека Чехословакия Ондра Лысогорский родился в 1905 году и согревается лучами солнца все что с землей рождается твоей и даже древний блеск твоих церквей все продано за звонкие червонцы Испания Антонио Мачадо 1875-1939 это сколько? то есть я брал поэзию мира о чем? о нищих или попрошайках церковь попрошайки вот о попрошайках попутно сказать я сейчас что как это выглядит сейчас вот посмотри вот здесь я сейчас войду а ты напиши на многое что ныне видим ныне 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 видим так песнопение оказывается есть такое ну-ка давай и христос сказал враждебные иудея я не сужу а это на это слово подаве слова от них все холодеет судить вас будет слышавое слово подаве слова от них все холоде судить вас будет слышавое слово а если это нету начало нету где про нищих говорится а ныне а почему нету не знаю а должно было быть но это исправим что вот исправлю тут надо многое правильно писать но и там одну букву и видим что ныне видим да подожди подожди ка может быть действительно что-то не так ну так называется намногое что ныне видим храме нам нужно на своем канале искать а ну-ка на своем канале давай-ка мы это дело перейдем покажем как мы делаем это дело вот вот теперь наш канал перейдем сейчас на него и на нашем канале вот о канале а а Почему он туда зато? Главное, еще больше нету. Даже удивительно как. Песнопение. А это что означает вот это? Боже тут все песнопения может на вашем канале. Ну-ка давай-ка. На многое. Ну-ка смотри здесь. На многое. Так а ты что там это выключил? Ну-ка. А вот где-то давай-ка вот нашел. По-другому. Снова. А сначала не было так. Евангелие от Матфея 19 глава 8 стих. В разные времена вот Господь благословил меня написать эти стихотворения. А Виктор Николаевич Савченко это старший воспитатель в нашем детском лагере Стане потеряете в честь Климента Анкирского. Он положил на музыку. Играет и поет. Уж как это воспринимается? Ну все с последствий Божий. Что у нас не так? Это как раз в тему стихотворения. На многое, что мы не видим в храме, от попрошек лгущих у оградки, до алтаря на батюшке с дарами. Мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал враждебным иудеям, я не сужу, а это нам так ново. Отдали слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. Отдали слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. А если так, то по нему сверяйся, накладывая в сравнении к одному один. Дымятся злобой, слыша это рясы, да замолчи ты, еретик, кретин. Но если я невежда, недотепа, магистерскую степень не вязал, Могу услышать, как ушли далеко, переродилась в дикую лоза. Христос сказал враждебным иудеям, я не сужу, а это нам так ново. Отдали слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. Отдали слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. ПЕСНЯ 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 Я не сужу, а это нам так ново. Отдай мне слова, от них всё холоднее, Судить вас будет слышанное слово. Отдай мне слова, от них всё холоднее, Судить вас будет слышанное слово. От них всё холоднее, Судить вас будет слышанное слово. Теперь снова туда идём. Вопрос и ответ. А то, что я там показывал научники, всё это, Иначе спросил у меня. А здесь чуть побольше часа будет. Дальше. Вопрос 1248, 4-й том открытым оком. Почему долгое время в православной церкви был синодальный период, И именно в 1917 году он закончился? Повредило ли церкви то время, когда не было патриарха? Ответ. Повредило и очень сильно, когда не было патриарха, Но ещё более повредило, когда стал патриарх. Вот так разве будут отвечать тогда? Никто не ответит это так. Дело в том, что ни патриарха, ни синод Христос не учреждал. И нужно сказать, что придумали далеко не на пользу. И вот по какой причине. Как апогей властолюбие, римские папа, Ни с чем не сравнимая гордыня, Ни подобающая человеческой плоти и духу величия. И патриархи, и папа пекутся о церковной структуре, О которой Христос не сказал ни слова, ни полслова. Это тоже всё придумали люди. Что из этого получается? Вот пример. Суздальский архимандрит Валентин Русанцов Русанцов присоединился к РПЦЗ. Трудится в абсолютно неевангельском духе. Я говорил, когда он был живой. Мы встречались. Он мне присылает материалы свои. Но в православном. Открытие храмов, строительство, Монастыри, купола, мощь, иконы. Таких ценят всюду. Посвящают его в епископы. Но в чём-то он не покоряется синоду РПЦЗ. И его запрещают в служении. Желая в приказном порядке всё-таки починить его себе. Потому что он как Гитлер. Как сказал о нём бетрополит Виталий. Тот, не чувствуя за собой вины, продолжает делать всё, что положено по его сану. Его лишают сана по бумажке. Не было над ним ни очного суда, ни свидетелей. Теоретически предполагалось, что он умягчится сердцем, покорится архиереем и его снова примут. Но не тут-то было. Он продолжает уже рукополагать в епископы. Одновременно с этим лишает его санархимандрита, с которым он ушёл в РПЦЗ и Московской патриархии. Всё это очень подозрительно и крайне вредно. Потеряно более ста приходов сразу. Какой же военачальник позволил бы себе во время битвы более 5-6 войск оттолкнуть от себя и оголить весь фронт в самой его сердцевине. Рукоположенные им епископы нарекают его архиепископом, а затем возводят в ебитрополиты. Ничто не мешает стать ему и патриархом, если на это решились древнеправославные старообрядцы. Никто не знает, многие не знают, что у нас два ста патриарха. У них Александр, а тут Кирилл. Два в стране, патриарха. Сейчас в РПЦЗ происходит самый настоящий раскол. Так ничему и не научившись, но имея под рукой соответствующие каноны, они вновь поступают точно так же, но уже с епископом Варнавой, который вместе с митрополитом Виталием успел рукоположить несколько епископов. Образовалось самое правое непримиримое крыло, не идущее ни на какой компромисс Московской патриархии. Считаю все эти действия абсолютно ненужными и вредными, хотя по букве канонически верными. Не следовало этого делать. Пусть каждый трудится, где он может и желает. Ни Валентин, ни Варнава, ни еретики, они православные и люди, которые с ними все православные. Кому выгодны эти отлучения? А если бы не было бы Синода или Патриарха, то ни Валентина, ни Варнава никто бы не запрещал и не отлучал. О них нужно только молиться и просить на них благословения, чтобы они были с нами в мире. Тем более Валентина такие большие искушения. Да защитить его Господь Бог и помилует, а он на врагов его прольет милость и утишит их гнев. К тому, о чем я говорю, уже никогда не вернуться. Но считаю, что не нужны ни Патриарх, ни Синод. Как говорил Иоанн Златоуст, никого так не боюсь, как епископов. И если епископы не сумели до конца погубить, разрушить церковь, то дьяволу это будет явно не по силам. То есть главное, кто разрушает церковь, призванные сохранять ее. Так, стихотворение. Радуйтесь, земля предстала новой купели. Догорились синие метели, и земля потеряла жало. В мужичьих яслях родилось пламя. К миру всего мира, новый Назарет пред вами. Уже славят пастыре его утро, свет за горами. Не познавай тебе фавора, не услышать тайный зов, а туманенного взора на устах твоих покров. Все упрямее, все напраснее ловит рот твою темноту. Нет, не дашь ты правды в яслях твоему сказать Христу. Но знайте, спящая глубоко, звезда Востока, она загорелась. Не погасить ее ироду крови младенцев. Кто-то учит нас и просит постигать и мерить. Не губить пришли мы в мире, а любить и верить. Сергей Есенин. Кто-то знал это стихотворение, слышал хоть раз? Не слышал. Так, церковь, подожди, церковь, синодальный период. Вот какие ответы получали люди на занятиях. Я слышу, которые сегодня задают им, но ясное дело, ни по слову Божию ничего нет. А так, от собственного чрева. Что хотят, то и огородят. Я на ходу это все делаю, по-другому никак нельзя. Не так удобнее. Не так и много мы время теряем на это. Вот поехали дальше. Вопрос 1280. Четвертый том открытым оком. В каких странах, кроме России, есть еще православие? И если спасаются только православные люди, то выходит, что ни один немец, итальянец, поляк и так далее не спасутся, и в Церкви Небесном будут почти одни русские? Ответ. Согласно канонам Церкви, вне христианства, вне православия нет спасения. Под словом христианство понимается вера во Христа, как спасителя. Христианами были все еретики. Арии, Нестори, Евтихи и другие. Против которых боролись все вселенские соборы. Боролись за утверждение православия. В слово православие включалось изначально только правильное почитание Троицы. И ее правильное прославление. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. То есть Бог един, но в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Они равны друг другу, безначально, бесконечны и равнопоклоняемы. Это отражено в никакие цареградские символи веры. Все остальное, что сегодня присуще только православным, пришло позже. И наставить на это мы решительно не можем. Есть несколько мест Писания, которым соответствуют и неправославные в нашем сегодняшнем понимании. Иван Гритян 3,18. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3,36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 1 Иоанна 5,13. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, верующим в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Деяние 4,12. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. 1 Иоанна 1,7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Православие исповедуется на всех континентах земного шара. Соотношение православных и католиков примерно 1 к 4. Мы можем рассуждать об отдельных заблуждениях и ересях, какие есть католицизмы, но у них есть законы, рукоположенные священники и таинства. Говорить о конечной участи, о спасении может только Бог, потому что ключи от ада находятся в руках Сына Божия. Их Он не доверил никому, даже Петру. Откровение 1.18 И живы, и был мертв, и все живы во веки веков. Аминь. Имея ключи ада и смерти. Среди православных есть люди всех национальностей и даже эфиопы. О том, что небо почти славянское, в этих словах есть смысл. Когда коммунисты-большевики расстреливали людей, то многие из казненных ими обращались с покаянной молитвой к Богу. Историки и следователи находят, что в эпоху гонений первых христиан до императора Константина Великого было умучено 470 тысяч человек. Теперь сравните ее с цифрой 66 миллионов. А всего коммунистическое безумие уничтожило 110 миллионов, считая и другие страны. Если предположить, чтобы спасался только один из десяти, то и тогда из десяти спасенных на небе девять православных. Конечно, это всего лишь наше человеческое предположение, так как говорим о сокрытом. Но предположить так мы имеем основание. Второзаконие 29.29. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Стихотворение. Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где ты был и откуда идешь? Бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови, все кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Владимир Сергеевич Солоев, 1853-1900 год. 47 лет всего тайка жил. О чем речь идет здесь? Небо славянское. Итак, церковь, небо славянское. Какие вопросы и какие ответы? Господь полагает, и ответ, да и вопрос. теперь, коротко вопрос большой, и ответ небольшой. Опять мы все это выносим, вставляем, активируем, и делаем на 20. Дальше, считаем. Вопрос 1140-й, 5-й том открытым оком. Почему вы и РПЦЗ говорите о сергианстве, как о грехе московской патриархии? Разве не было при Петре I указа о необходимости исповедующему священнику нарушать тайну исповеди и доносить в тайные канцелярии о государственных преступниках, которые об этом говорили на исповеди? И об этом, кавычка, сергианстве, молчаливом, одобрении тогдашних архиереев, молчок. При советской власти вербовали попов тайно, а здесь при Петре I открыто на государственном уровне. Сергианство началось с о государствлении христианства. И в этом смысле в священном начале РПЦЗ такие же сергиане до конца. В ответ так вопрос-то какой. Теперь ответ. В нашей книге к истинному православию в отделе о церкви подробно рассказано об этом, что патриарх Тихон положил соблазн признания советской власти как законной. Но все же есть и разница. Та власть хотя бы как-то была расположена христианству, а это уничтожало все и попирало. И ломало, и крушило, пережигало в пепел. Основание сергианства было положено при царе. А уже до нужной кондиции довели его красношлемные витязи. И пока противящиеся советской власти были на Руси, они были такие, как говорите. Но, милостью божьей, они оказались на чужбине. На чужбине? На чужбине, наверное. Конечно. И вот здесь-то их сергианство до революционного покроя окончилось. Если только они не надевали такой хомут, не присягали домошним правителям. Но о таком никто не слышал. За границей спасла их от позора сергианства. В вавилонском пленении они очищались. Им было неполезно снова возвращаться на родину. Вот об этом и говорится в Писании. Данила 10.21 Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Я спрашивал, когда сектантов православных, о чем говорится у Даниила 10 глава 21 стих? Что? Нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. О чем речь? Ни один даже намека не делает. А вот Феодорит Кирский и, видимо, Златоус это все там смешано было. Они говорят так. Бог послал в плен 70 лет. В плену они и идолы не поклоняются, теперь они пленные, они же так себя не вели, как дома князья-то. 70 лет кончается и теперь они вопиют. Все, мы идем на родину. И тогда перед Богом Даниил предстает и, Господи, 70 лет кончилось, отпусти народ твой. Каждый в стране дан ангел. Это есть такой князь написано. Вот у нас у русских свой, мы не знаем кто. Известно только, что у Израиля Михаил. Архангел Михаил это покровитель еврейского народа. А тут Божья Матерь, Пятый Удел, покровительство, на чем основано, они не могут доказать. И вот тогда это молят они. Ну, Бог говорит, 70 лет окончилось, надо отпускать. Это как бы картина такая. Тогда предстает князь Персидский и говорит, Господи, не отпускай их из плена. Они вернутся, опять таких же будут. Опять будут блудить, идолам приносить жертвы, и дальше они опять пойдут в плен. А тут-то и мой персидский народ многое узнали от них. То есть князь Персидский заботится о своем народе, как князик, ответственный дать отчет перед Богом. Ибо ангелы видят лицо Отца Небесного, восходят и не сходят, давая отчет. И у страны есть ангел. И вот об этом он и говорит. Так, о чем речь идет? Церковь, сергианство. Топ, гнуну. Так, еще два вопроса можем протянуть, иначе у нас очень много времени уходит. Ничего, кому надо, возьмут. А вот теперь мы Ctrl-S этот хороший. Видимо, один вопрос тогда останется. Мы сейчас заключаем. Ctrl-V на первую. Она тут только увеличить до 20-ой. И все, и понеслась. Такие большие записки мне поступали на кафедру в разных университетах. Вопрос 1509-й, шестой том открытым оком. Вы неоднократно говорите, что признаете себя сыном православной церкви, но как же тогда можете не во всем поддерживать решения наших архипастерей, и даже не соглашаться по очень важным вопросам, как о войне? То есть вопросы провокационные мне всякие. Ни одного вопроса за, допустим, за 25 лет занятия я вел, ни разу нигде не уклонился. Дальше. Говорите, что не нужно заниматься канонизацией, передавать кого-либо анафеме. Считайте, что на суде Божьем это может быть еще и пересмотрено, и кто-то из канонизированных окажется слева. И наоборот. За такие мысли раньше церковь бы вас на костер отправила, чтобы и другим неповадно было высказывать такие еретические мысли, какие вы говорите вслух. То есть меня прямо уже сожгли на кафедре. Не верите, что была Русь святой, притом неблагоговейно говорите всегда о священниках, что они где люди грешные, потому что не учат народ, но им и некогда учить, у них такая занятость с утра до вечера, треба богослужения. Есть ли у вас по этим сложным вопросам единомышленники? Ответ. Единомышленники есть и среди тех, кто рядом, и среди книжных героев. Но вот есть книга Тайна святых Иванова Петра. Ознакомьтесь, как он говорит как раз по этим вопросам. Доводы его неотразимо точны. 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 Подозреваю, что под этим именем ни один человек и может быть даже и иерархия. Страница 479-486 кавычка открытая. Открывается картина душевной жизни московского народа. Ужасная духовная дряхлость. Но это народно-церковная дряхлость, не то, что личная дряхлость. Полное замирание всего в человеке. Нет. Организм жив и полон различных чувствований. Жизненные силы, если им не дано исхода, бродят в душе, превращаются в скрытые душевные флюиды. Человек кипит как бы изнутри. Какие же чувства у обиженного и постоянно обижаемого большинства? Безотешное горе, безумная тоска, бессильная ярость, затаенная месть, проклятие, отчаяние. И в то же время изобретаются всяческие способы слукавить, обмануть насильника главу. Кто не способен на это, завидует удачливым. Иные доносят, чтобы подольститься и получить лишнее. Прирожденные праведники в таком обществе не имеют голоса, бывают забиты, впадают в юродство. Среди убийственного гнета, написано гнета, неимоверно возрастает одно только вожделение. Поживиться хоть чем-нибудь из того, что доступ на главе. Все другое трудно себе представить. Куда-то как бы провалились все природные человеческие чувства, им нет развития, ибо погублена людская доброта, правда, милость и милосердие, а без них нет жизни, а только животный инстинкт. Вот объяснение того равнодушия, с которым народ смотрел на мучительнейшие истязания, которым подвергались на городских площадях преступники и вообще все, кого злое правительство отдало палощу, равнодушие, которому так изумлялись иностранцы. Кто сам дома занимается истязанием близких, вероятно, даже с любопытством взирает, как истязают другие. Те, кого постоянно дома истязают, так заняты собственным страданием, что им нет дела до чужих мук. И вот, как бы пользуясь всеобщим равнодушием, злоба изобретает все новые способы мучить людей. Дыбы в Древней Руси называли место заключения Московской Руси. Это была уже жесточайшая пытка. Человеку связывали назад руки и за кисти рук, перевешивали кверху так, что туловище висело в воздухе. К ногам туго привязывали конец доски, на другой конец ее касался пола. Плач прыгал на эту доску и тело повешенного вытягивалось, отчего суставы рук в плечах выворачивались. При таком положении нервы необычайно напряжены, и тогда сносились удары плетью. Эта пытка уцелела до последней четверти 18-го столетия. Считалась мучительнейшей. Ей подвергались все заподозренные. Не вынося пытки, несчастные начинали называть имена будто бы относящихся к этому делу людей. Каждый новый удар плетью давал новые и новые имена. Те, в свою очередь, оговаривали бесчисленное количество людей. Самые невиннейшие в царстве жили под вечным страхом. Тогда византийский судебник Эклога достиг в московском царстве полного торжества. Все наказания были членовредительного характера, отрубания ног, рук, ушей и так далее. Самые пустяшные провинности влекли за собой тяжкие муки. За какие-нибудь шесть пенсов, говорит иностранец, обвиняемого заковали в цепи, руки, ноги и в шею. Смертные казни редко были простыми, большую часть мучительные. Во второй половине 14 века первая публичная казнь произвела на народ очень тяжелое впечатление. В конце 15 века наблюдается уже полный разгул казней Иван III. Эти казни нисколько не смягчаются с окончанием династии Рюриковичей. Напротив, при династии Романовых были изобретены неслыханные издевательства над человеческой жизнью. При Алексе Михайловиче в конце 17 века женщину за убийство мужа взрывали в землю так, что оставалась наружу одна голова и так она мучилась пока не умирала. После усмирения бунта в Арзамасе все его окрестности представляли лес колев на которых корчились в муках люди взятые в плен. Некоторые были живы три дня. Кавычки открыты. Уложение Алексея Михайловича ввело слово и дело когда число заподозренных возросло до и немоверного количества при помощи описанной нами дыбы. Дыбы. Дыбы, наверное, да? Нет, дыбы. Дыбы. Дыбунов не отсюда происходит. Откуда даже слово это есть? Да, сразу это знал. Необходимо упомянуть еще об одном московском качестве. У жителей Москвы развилось необычайное самомнение. Мы лучше всех христианских народов. Наша вера самая правая. Отсюда происходило нестерпимое упорство в своих мнениях. Нетерпимое упорство в своих мнениях. Призрел. В башку говорит, втемяшится какая блажь. Колом ее не вышибешь. Всяк на своем стоит. Такой ли спор затеяли, что думают прохожие. Знать клад нашли ребятушки доделят меж собой. Кому на Руси жить хорошо, Николай Алексеевич Некрасов. Мужик что бык. Втемяшится в башку какая блажь. Дальше. Призрение к словам и мнениям других. Нетерпение противоречия даже самых полезных и основательных. Высшим взлетом этого самомнения явилось известное изречение Москва Третий Рим а Четвертому не бывать. Мысль по существу неверная. Ибо если признавать что есть какой-то земной центр христианства то это только Иерусалим а не Рим и не Византия. Но ведь если два Рима пали то неизбежно и третий должен пасть. Иначе зачем мы сравнивать с этими Римами? Какая гарантия что Москва не пойдет? Никакая. 17-18 главе откровения говорится что Москва сгорит. Вот эта Москва которая сегодня есть такой гарантии не было бессмысленное самохвальство таким образом тщательно избегая гордости от ума москвич дошел до крайнего выражения глупой гордости. Глупой гордости. При величайшей набожности и ревности ко всем церковным обрядам христианства вовсе не было в Московском царстве. И не было христианства в Московском царстве. Христос не почитался там как милостивый и любящий Господь придет карать и мстить. Христом пугали они успокаивали человека. Сравните духовные стихи этого времени. Теперь мы снова обратимся к домострою чтобы ответить на важный вопрос им возбуждаемый. Каким образом автором такого антихристианского произведения оказался священник и даже духовник лицо очень почитаемое тогда народом. Что это выродок в своем сословии или напротив человек характерный для священнослужителей того времени? Так как мы знаем что домострой Сильвестр получил всеобщее признание как руководство жизни ответ получается совершенно определенный это Стерлигов любит это этим устанавливается наличие ужасной материальности в священческом сословии и проистекающего отсюда жестокосердия где искать причину столь пагубного состояния у служителей русской церкви его не было в более древние времена причину найти не так трудно дело в том что татарщина мучительная для всего населения для священнослужителей таковой не была напротив они оказались в очень прилигированном положении был ханский ярлык неоднократно подверждаемый ханами преступлений их на престол этот замечательный документ необходимо привести полностью чтобы осветить истинное положение вещей того времени хан обращается к баскакам князьям что это данысикам и всякого рода чиновникам татарским и говорит кавычки открыты жалованная грамота дается нами всему белому и черному духовенству чтобы они правым сердцем и без печали молили бога за нас и за все наше племя и благословляли нас не надо в нас них ни дани ни подвод ни корма никакой пошлины ни ханской ни в ханщиной никто не смеет занимать церковных земель вод огородов виноградников мельниц никто не смеет брать на работу церковных людей мастеров сокольников и других никто не смеет взять и задрать иконы испортить книги или другие богослужебные вещи чтобы духовные не проклинали хана но в покое за него молились кто веры похулит надругается над ней тот без всякого извинения умрет злой смертью братья и сыновья священников живущих с ними вместе освобождаются также от всяких дань и пошлин а кто из баскаков или других чиновников возьмет какую-нибудь дань или пошлину тот без всякого извинения будет казнен смертью в то время как пасомы и наши прихожане храмов жили под вечным страхом насилия и разорения имущества пастыри могли благоденствовать и пожеланий богатеть конечно здесь стоился тяжкий соблазн велика была ответственность перед богом русских священнослужителей если всех разоряли татары а их никто не смел тронуть то сами они должны были разорять себя ради ближних или по крайней мере немало жертвовать своим имуществом ради обездоленных недостаточная чуткость к общему горю непременно вергала привилегированных в объятия жадности корыстолюбия наконец злобы и вот как явствует и свидетельство домостроя видные священнослужители шли не по божьему пути фактически при обнищании массы населения большинству священнослужителей в особенности сельскому богатеть конечно было неоткуда однако всюду где предоставлялась эта возможность в городах более зажиточных местах вкус к наживе и жадность были характерными явлениями для духовенства и для черного и для белого еще соборы 1274 года созданный метрополитом Кириллом для суждения о различных неправильностях отмечают появившуюся у некоторых священнослужителей алчность к прибытку особенно богатили огромные архиерейские поместья великие князья начиная с Ивана Третьего тщетно стараются сократить аппетиты богатых из духовного звания Иван Четвертый на стаглам соборе бросил тяжкое обвинение кавычки открытые обители тут конечно разумеется и епископы с их штатом богатые землями доходами не стыдятся требовать милостыни от государя кавычки закрыты тогда епископы боролись с правительством не желая платить государственные налоги и защищать свои льготы и успевали в этом вплоть до Петра Первого народ очень хорошо подметил черту духовного сословия назвав в Белине Алюшу Поповича руки загребущие глаза заведущие конечно это характеристика не киевского времени даже не времени Святого Сергея Радонежского а более позднее вместе с материальностью имущественного порядка развивается и бездушие с жестокосердием как свидетельствует об этом домострой священника Сильвестра доброта Феодосия Печерского характерна для всего киевского периода и северного московского когда читаешь поучения или слова или завещания митрополитов 12-13-14 веков так я теперь дам просто прочитать это большой материал я буду так проводить кто хочет прочитает на 39 страниц от одной выделенной срочке до другой затормозите и прочитайте чтобы понять что же было и что мы получили в наследие вот здесь откровение дано тут места писания приводятся Иосиф Володский как всего добивался казней посмотрите сколько можно прочитать и узнать я скажу что большинство абсолютно 99 и 9 десятых не знают этого не знают как антихристовые идеи проникали в церковь когда это началось тормозите и прочитайте тормозите и прочитайте это последнее сейчас я протяну все-таки потому что люди будут искать этот материал а найти его очень трудно ну вот просто я не знаю в интернете есть или нет это там все может быть это четвертый том открытым оком это с четвертого тома взято да нет я не знаю можно найти на сайте это же есть вопрос есть это или нет конечно есть есть ответ а может быть даже это и есть это в то время было это злободневно сейчас найти но тогда никак нельзя было и надо было дать знать я поместил в книгу вот коснулась здесь русская церковь какие грехи совершала здесь разбор очень большой видно много мест которые подтверждают это нарушены каноны там можно все это остановить и пересчитать мы много насчитали на этом все будет сейчас закончу шелон дирать как пытали людей все добивались к концу подходит так подожди сейчас считай так считаем страница 520 523 так по стих пророк ты призван иеговой к служению правды на земле таким же приговор суровым народу гибнущему в зле твой век пред богом неприступен твоя душа всегда чиста ты духом бодр и неподкупен тобою божие уста глаголят божьему народу вещая милость и невзгоду пророк взгляни на свой народ и вишь смятенную душою своей лживой красой его нечестие гнетет и близок он к падению снова и грозен гневный и егова идишь пророк ты в царство лжи и всем безумцам укажи что коротяжка в грядущем не способна им всемогущим видимо Александр Лавров видите какие были поэты писатели и о чем здесь речь у нас идет раньше было за такие слова как вы будучи православным вы не православный да я то есть говорю так церковь как сказать короче почему вы судите священство об этом речь идет сейчас я закрываю и ты сразу вон туда сфотографируй и на этом конец все спасибо Христос очень большой момент затронули я не сам не придумываю я говорю то что написано мои мысли это дальше прочитали кочевников это Тепляков Сергей Александрович Тепляков он у меня не раз тут был потеряевки был очень хороший человек удали а отдали